Добрый день, уважаемые зрители! Я, Пантин Игорь Николаевич. Представляю вашему вниманию нашего героя. Игнатьев Кирилл Борисович расскажет о взаимодействии в прорывных проектах. Как вы думаете, сегодня, вот где мы сейчас находимся, куда мы должны двигаться, чтобы избежать самых негативных сторон этих технологий? И я хочу, чтобы вы рассказали об этом с точки зрения инвестиций, с точки зрения обычных горожан, с точки зрения экономики. Вы знаете, я совершенно согласен, что для того, чтобы эта ракета взлетела, нужно не бояться делать прорывные проекты. Нужно не бояться делать новые проекты. Мы, собственно говоря, находимся на этом пути. И где-то пытаемся создавать такие практики, которые являются, я бы сказал, первыми и в какой-то степени экспериментальными. Допустим, у нас возникла первая в России экосистема, которая преобразовалась из группы компаний. Когда-то было 26 компаний. Потом мы поняли, что работать в закрытом формате только в среде своих компаний неправильно. Более того, компании должны начинать лучше и лучше взаимодействовать друг с другом. Люди разных компетенций должны учиться лучше взаимодействовать друг с другом. Мы такую работу ведем практически ежедневно. Для этого мы когда-то действительно прекратили пользоваться бумагой. Мы очень многих наших сотрудников пересадили в каворкинг, создали творческую атмосферу. И сегодня у нас буквально по соседству делаются принципиально разные проекты. И мы внедряем принципиально новые технологии. Допустим, мы построили композитную мануфактуру в Иваново. Это регион не самый богатый в России, который находится на расстоянии где-то 300 километров от Москвы. И это предприятие, которое овладело новыми технологиями производства из композитов. И оно может утром делать, допустим, мебель, вечером делать корпуса для промышленного оборудования, на следующий день делать велосипедные рамы из композитов, из карбона, и потом мгновенно перестраиваться на что-то еще. Вот это, собственно говоря, и есть то самое гибкое производство, гибкий бизнес, которым нужно заниматься в меняющемся мире. То есть мы пытаемся свой небольшой вклад вносить в этот процесс, делая подобные проекты, делая более гибкие, более динамичные проекты, запуская абсолютно своеменные технологии. Конечно, это делают очень-очень многие. Конечно, мы понимаем, что пока еще в сегодняшнем цифровом мире эти проекты иногда по своей сиюминутной рентабельности проигрывают, допустим, бизнесу, связанному с нефтью или газом. Но все равно то ощущение, что мы меняем мир, оно для нас очень важно. Но для нас очень важно. И я считаю, что это такое, ну не знаю, важнейшее, главное ощущение, с которым сегодня существует в мире поколение Z. и мы должны быть с вами к нему всячески готовы. То есть очень важно, на мой взгляд, собственно говоря, заниматься продвижением и реализацией идей из области нового меняющегося мира там, где ты есть. И не имеет значения, кто ты ученый, или ты бизнесмен, или ты работаешь на государство. В любом случае, на мой взгляд, это очень-очень важная миссия. И ее разделяет все больше и больше людей. Вот. И в этом я вижу огромный позитив. Для вашего развития в комментариях напишите ответы на три вопроса. Первый. С какими проблемами сталкиваются коллективы при создании прорывных проектов? Второй. Какие решения предлагает использовать спикер? Третий. Нет ли ошибок или слабых решений в его рекомендациях? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...